Здравствуйте, уважаемые телезрители! На часах 21.00 это значит, что настало время итогового выпуска информационной программы «Если Ахпарат». С вами Богдан Петров, сурдоперевод Нагимы Саутовой. И вот то, о чём вы узнаете прямо сейчас. Готов ли регион к отопительному сезону и сколько стоит уголь? Этот вопрос обсудили в областном Акимате. Почему уже третий руководитель областного управления архитектурно-строительного контроля задержан за коррупцию? Разбирались. На дворе июль, а уборочная страда полным ходом. Почему? Рассказали в областном сельхозуправлении. И начнём с главного. Касым Жумарт Тукаев заслушал отчёт Акимов о ситуации с коронавирусной инфекцией в столице и регионах. Президент поручил держать её под строгим контролем, рассматривая как в качестве приоритетной. Наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом, растёт количество вылеченных пациентов. В целом, ситуация стабилизируется. Создан запас коечных мест и лекарственных средств. Важное значение имеет соблюдение карантинных мер, связи с чем следует продолжать активную разъяснительную работу с гражданами. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании правительства 28 июля заявил о возможности поэтапного ослабления карантинных ограничений с 3 августа. По его словам, ряд предприятий сферы услуг смогут возобновить работу при сохранении индекса репродукции коронавируса индекс R менее единицы и занятости не более 70% коек в течение недели, а также стойкой динамики снижения уровня смертности. По словам министра, с 3 августа смогут возобновить работу торговые центры с ограничением по времени, крытые рынки, дежурные группы в детских садах, салоны красоты и парикмахерские при условии приёма клиентов по предварительной записи. А теперь коротко о ситуации с коронавирусом в стране. Число выздоровевших достигло 54 404. За сутки больных COVID-19 выявлено 1526 человек. Общее количество заразившихся в Казахстане составляет 85 610 человек умерло. Продолжаем. Глава региону доложил президенту о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Вызовы в скорую помощь сократились на 34%. Поступающих в инфекционные и провизорные стационары стало меньше в три раза по сравнению с пиковыми днями. В регионе создаётся лекарственный фонд, который обеспечит запас медикаментов в аптеках до одного месяца. Также запас медикаментов создают в отдалённых сёлах при поддержке сельхозтоваропроизводителей. Приобретается необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких и кислородных концентраторов. В пяти основных больницах разместят кислородные станции. Кроме того, в областном центре будет построена быстровозводимая инфекционная больница на 200 мест. Также в ходе разговора был обсуждён вопрос о подготовке к предстоящей уборочной кампании. Несмотря на то, что первая половина июня была крайне засушливой, ситуацию стабилизировали осадки третьей декады первого летнего месяца. На сегодня посевы пшеницы находятся в нормальном состоянии. До начала отопительного сезона остаётся меньше двух месяцев. В области ведётся подготовка, и все работы начаты заблаговременно. В Петропавловске из 1238 многоэтажных жилых домов пока подготовлено только порядка 330. Планируется и улучшить теплоснабжение в районах более 13 тысяч человек. Об этом, а также о том, сколько будет стоить в этом году тонна угля, говорили в областном Акимате. Смотрим сюжет. Ежегодно проводится работа на предприятиях АОСЕ в Казэнерго. В текущем году ремонт всех 12 котлов и 7 турбин, установку нового трансформатора, реконструкцию тепловых коллекторов направлено 7 миллиардов тенге. Теперь горячая вода будет выходить из ТЭЦ и поступать в тепломагистрали одной температуры. Как итог, решится длительная проблема разницы температуры в домах различных микрорайонов города. Также на 235 миллионов киловатт в час увеличится выработка электроэнергии. Об этом в ходе заседания рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Адельбек Аубакиров. Ремонт действующих и строительство новых центральных котельных в селах Саумалколь, Бескольте, Мирязево и городах Мамлютка и Тэньша позволит улучшить теплоснабжение более 13 тысяч человек. К центральному теплоснабжению подключаем в этом году 53 многоквартирных жилых дома в районных центрах. Это 2000 жителей. В Арабалыке 5 домов, в Тальшике 21 дом, в Яволенке 8 домов, в Сергеевке 4 и в Бесколе 15 домов. Что касается областного центра, то здесь к отопительному сезону подготовлено 332 многоэтажных жилых дома из 1238. В текущем году на ремонт и строительство 17,5 километров сетей направлено 6,8 миллиардов тенге. Реализуются крупные проекты по улицам Крепостная, Советская, Алматинская. Также завершается строительство связующей тепловой магистрали между центром города и микрорайоном Береке. Теперь любой микрорайон города в случае возникновения аварийной ситуации не останется без тепла. Подача будет обеспечиваться по резервным магистралям. Вопрос контроля цены на уголь глава региона также поручил взять под личный контроль всех Акимов районов. Цены на уголь остаются неизменными в течение двух лет. Так, вместе с тем Акимов районом поручаю вот ту работу, которую вы проводили в 2018 году, буквально в ручном режиме определяли, сколько должна стоить каждая тонна угля, довезенная с города Петропавловска до районного центра. Посчитать, каковы затраты. Мы ни в коем случае не должны позволить перекупщикам, которые сегодня будут пытаться еще на этом зарабатывать, в это сложное время. Ни в коем случае. Понятно, да? Возьмите на контроль. Большой эффект область получает от установки биокотлов. Они позволили сэкономить 43-м бюджетным организациям более 23 тысяч тонн угля на 220 миллионов тенге. Установка в текущем году 17 котлов позволит сэкономить еще 50 миллионов тенге. Екатерина Белоусова, служба новостей. За последние три года в регионе за коррупционные преступления задержано три руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля. Это свидетельствует о серьезных проблемах в деятельности данного органа. Антикоррупционной службой проведен внешний анализ коррупционных рисков в ГАСК и выявлен ряд упущений в работе. Наш корреспондент расскажет подробнее. В онлайн-режиме в антикоррупционной службе рассмотрено представление по уголовному делу в отношении руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Колобаева-Батырбека и руководителя отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Кинжибулатова-Ерлана по факту неоднократных получений взяток. Деньги брали от представителей юридических лиц за подписание актов ввода в эксплуатацию незаконно построенных объектов. Уводили от административной ответственности ТО, которое осуществляло технический надзор по капитальному ремонту кровли здания районной школы. Далее часть объектов была введена в эксплуатацию собственником самостоятельно. Установлено, что строительство объектов осуществлялось без проектно-смертной документации, без сопровождения авторского технического надзора, без уведомлений и так далее, без лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности. Хотелось бы сказать, что это не относится к тем строительным объектам, заказчиками которых выступали госорганы. То есть здесь все систематизировано и здесь все процессы настроены. Без уведомления о начале производства работ госорган строительство не начинает. А вот эти все нарушения были выявлены у участников. Приговором Петропавловского городского суда подозреваемые признаны виновными по факту получения взятки. По решению суда Колобаеву-Батырбеку назначено наказание в 25,6 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кенжибулатова и Ерлана оштрафовали на 21,5 миллиона тенге. За три года в Североказахстанской области выявлено трое нечистых на руку руководителей ГАСК. Антикоррупционной службой проведен внешний анализ коррупционных рисков управления государственного архитектурно-строительного контроля. В ходе тщательного исследования выявлен ряд серьезных упущений, способствовавших длительным нарушениям в деятельности организации. В их числе проведение так называемого в кавычках профилактического контроля с посещением лицензиата, отсутствие централизации и формализм при подборе сотрудников, субъективный подход при реализации контрольно-надзорных функций, наличие возможности увода от административной ответственности лиц, совершивших правонарушения, закрытость принимаемых решений и ослабление контроля со стороны руководства. По итогам анализа выработано 15 рекомендаций, направленных на искоренение обстоятельств, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Реализация рекомендаций позволит исключить возможные неформальные взаимоотношения сотрудников ГАСК, связанные с попытками незаконного увода от ответственности нарушителей. Екатерина Белоусова, Раимбек Бегужаев, Служба новостей. В области уже стартовала уборочная кампания. Свой урожай дали озимые культуры. Этому благоприятствовала тёплая погода. Сейчас работа кипит в шести районах региона. Вести с полей в нашем следующем материале. Золотые колоски переливаются на солнце и вот уже на поля вышла уборочная техника. В этом году некоторые аграрии приступили к жатве раньше обычного. Им предстоит обработать 5000 гектаров, засеянных озимой пшеницей и рожью. Обмолот составил 0,9 тысяч гектар. На молот составил 2,4 тысяч тонн. Урожайность средней озимых культур сейчас идёт 27,6 центнеров с гектара. Мамлюцкий район уже завершил уборку озимых культур. Также идёт уборка в Жамбыльском, Аиртауском, Кзылжарском, Макжана-Жумабаева и Ольханских районах. Всего неделю, как комбайны вышли в поле, а уборка озимых культур уже близится к завершению. Тёплая погода и двухсменная работа аграриев позволили собрать большую часть урожая. Но у сельчан впереди много забот. Внесение минеральных удобрений и борьба с вредителями. По вредителям пшеничный трипс идёт на зерновых культурах, а по масличным культурам, так же, как и на рапсе, это капустная моль. По болезням, в основном по зерновым культурам это идёт пыльная головня, ржавчина, тот же септориоз. Но таких очагов у нас нет. Профилактически уже 100% было обработано. Идут такие, если мелкие очаги возникают, их сразу утилизируют. На площади почти полтора миллиона гектаров уже внесены минеральные удобрения. И это не предел. 25% их республиканского объёма расходуют наши аграрии. Вреда для почвы нет, ведь это повышает урожайность. Особенно при посеве масличных культур, которые при росте забирают из земли почти все питательные вещества. Богдан Петров, Нурсултан Тлектесов, Анатолий Белонок, Служба новостей. В Петропавловске провели очередной рейд по аптекам. Членов мониторинговой группы интересовало наличие самых востребованных на сегодняшний день препаратов и их стоимость. Моя коллега подробнее. Сегодня подобные мониторинговые группы созданы во всех районах области. Сотрудники проектного офиса Кызылжар от Алдыкалане проверяют наличие необходимых противовирусных и жаропонижающих препаратов, масок и многого другого. Особое внимание на их стоимость. Несмотря на то, что фактов завышения цен не наблюдается, нет таких препаратов, как парацетамол, который понижает температуру тела. Помимо парацетамола в аптеках наблюдаются дефициты других лекарственных препаратов. Причины этому объяснили фармацевты. Мониторинговая группа работает больше месяца. За этот период было проверено около 270 аптек. Выявлено 17 нарушений. Зарегистрировано 8 фактов необоснованного завышения цен на лекарства. Сотрудники местной полицейской службы Петропавловска провели профилактический рейд по дачным обществам. Причиной стали жалобы людей на выброс мусора в неустановленных местах. Подробности смотрите в материале пресс-службы областного департамента полиции. Мусорные свалки вдоль дорог. Явление, увы, не редкое. Такие картины можно увидеть во многих дачных массивах. Горожане выкладывают фото и видео стихийных свалок в социальных сетях. Другие приходят жаловаться участковые пункты полиции. На этот раз жалобы привели участковых на даче, расположенной в поселке Заречном. На этой видеозаписи жительница Петропавловска, 1963 года рождения, выходя к остановке, добавляет в кучу новый пакет. В отношении женщины составлен административный протокол. К нам приходят упорные, говорят, у нас там мусорцы бросают. А сами живут? Сами же дачники, мы им отвечаем. Нет, это кто-то вот приезжает и бросает. Мы хотим обратное доказательство. Что это сами же жильцы, сами же вот получается, кто здесь на даче находится, те же сами загрязняют. А потом жалуются в органы. Загрязнение места общественного пользования, статья 434, Прим-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Загрязнение мест общего пользования. Штраф 5 месячных расчетных показателей. Если оплатить его в течение недели, сумма будет вдвое меньше. Если совершить такое же нарушение еще раз в течение года, заплатить придется вдвое больше. Впрочем, сбор штрафов не был главной задачей. Полицейские прошли по садоводческим обществам, провели беседы с дачниками. Нередко поводом к обсуждению в социальных сетях становятся такие факты, как выброс мусора и загрязнение мест общего пользования. Такие факты, конечно, фиксируются, устанавливаются правонарушители и привлекаются к административной ответственности. Разъясняем, что за данный вид нарушения, а именно загрязнение мест общего пользования, выброс коммунальных отходов в неустановленном месте, предусмотрена административная ответственность. Полицейские рекомендуют каждому дачному обществу заключить договор на вывоз мусора с любым из коммунальных предприятий, установить мусорные баки. Это избавит от угрозы взыскания и поможет сохранить порядок в дачных массивах. Всего с начала года в Петропавловске выявлено свыше 600 фактов загрязнения мест общего пользования. Анастасия Дроняк при содействии областного департамента полиции. В Петропавловске сегодня произошел пожар в торговом центре Евразийский. Сгорели несколько расположенных внутри торговых бутиков с продуктами и бытовой химией. Информация о пожаре в здании торгового центра поступила ранним утром в 4 часа 12 минут. В ликвидации ЧАЭС было задействовано 16 единиц основной вспомогательной техники, 54 человека личного состава. Тушение осложнялось сильным задымлением, сложной планировкой здания. Подача воды осуществлялась из пожарного гидранта, расположенного на территории рынка. Мы исключаем, скорее всего, версию поджога, так как объект на момент прибытия наших пожарных подразделений был под охраной, как я сказал, и все двери были закрыты. Нам приходилось их взламывать, чтобы вводить огнетушенные средства. Также на месте уже исследовательская пожарная лаборатория доложила предварительно о том, что следов горючей жидкости и легковоспламеняющей жидкости не обнаружено. Основная версия сейчас отрабатывается. Объект был под напряжением. Предварительно, скорее всего, одна из основных версий – это короткое замыкание электрической сети электропроводки. Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Причины и ущерб произошедшего в данный момент устанавливаются. Руководитель областного пожарного ведомства Рамиль Камалов отметил, что данный торговый центр относится к объектам высокой степени риска. В 2019-м здесь в ходе проверки был выявлен целый ряд нарушений пожарной безопасности. Еще один пожар произошел вчера вечером в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого кирпичного дома по адресу Ауэзова, 147. Тоже оперативно прибыли, развернулись, привлекли туда и автолестницы, провели спасание трех людей посредством автолестницы. И по лестничному маршу один был спасен. Также эвакуировано 17 человек, в том числе трое детей было. Жертв и пострадавших нет, все квартиры проветрили, все проверили. Основное, конечно, больше было задымление. В ходе тушения по лестничному маршу эвакуированы 17 жильцов подъезда. В квартире площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадали бытовая техника, мебель и имущество. Причина и ущерб устанавливаются. Анастасия Дроняк, Самат Исингалиев, Служба новостей. До распространения вируса COVID-19 количество посетителей областной научно-универсальной библиотеки имени Сабита Муканова достигало 500 человек в день. Сегодня получить всю информацию можно лишь через онлайн-формат. Читатели могут получить необходимую информацию на сайте библиотеки. На время карантина загружены электронные версии 305 произведений. Общий же книжный фонд в регионе составляет 562 тысячи экземпляров. За последнее время книжный фонд пополнился 24 523 экземплярами. В том числе через бюджет приобретена 36-томная книга о боеведении. Процесс удаленной работы продолжается, несмотря на то, что читатели не имеют доступа к библиотеке. За четыре месяца нашими сотрудниками проведено около 4000 онлайн-мероприятий с охватом более 506 тысяч человек. На сегодня все. Берегите ближнего своего и до встречи в эфире.